В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Коммунальная квартира. Не только строчки из известной песни. Под завалами собственных крыш рискуют оказаться рязанцы. Врезался в столб и скрылся. Полиция разыскивает очередного водителя, который убежал с места ДТП. На чужие грабли. В Касимове хотят провести концессию местного водоканала. Коммунальная квартира – это не только строчки из известной песни, но и реальность некоторых рязанцев. Практически в центре города, в полуразрушенном доме, живут десятки семей. Они исправно платят по счетам, но рискуют оказаться под завалами собственных крыш. Анна Керцовская продолжит. Северный переулок 6. Этот дом был построен 60 лет назад, как общежитие одного из предприятий. Некоторые граждане живут здесь на протяжении всего этого времени. Сейчас это общежитие с общей кухней и туалетами, где живут в том числе маленькие дети и пожилые граждане. Я здесь живу с первого класса, с 8 лет, а сейчас у меня 65. Вот сколько я здесь живу. Сначала-то было хорошо. У нас внизу был душ мужской и женской. А потом душ сломали и сделали там кладовки. Одна кладовка на нижний этаж, одна на наш. Решение о переоборудовании помещений здесь принимает управляющая организация. Однако ЖЭУ не заботится о том, чтобы обеспечить жителей достойными условиями к проживанию. Однажды здесь в общем мужском туалете произошел прорыв воды. И представители аварийной службы не придумали ничего лучше, как поставить заглушку на трубу, поскольку в этом доме невозможно перекрыть воду. На дворе 21 век, а жители этого дома пользуются вот такими туалетами. Причем слив у них не работает. Вместо этого используются ведра с водой. Кроме того, в доме отсутствует душ. И люди вынуждены мыться вот в таких вот корытах в собственных квартирах. Нагреть воду на кухне и помыться в небольшой комнате, которая по сути и является квартирой, привычное дело для жильцов этого общежития. Однако за свои маленькие жилплощади они исправно платят. Каждый месяц вот плачу по 6 тысяч. Да. Кроме того, граждане платят и за капитальный ремонт. Но даже текущие проблемы представители ЖЭУ устранить не пытаются. Вода на общей кухне течет из кранов днем и ночью. Открутится? Не закрутится уже. И это то же самое. Но мы не можем здесь конструкцию поменять, потому что вода не перекрывается. Жители готовы поменять оборудование самостоятельно. Но, по их словам, в ЖЭУ дает один и тот же ответ. В доме перекрыть воду для замены кранов невозможно. Та же самая проблема касается батарей. Люди не могут поставить новые секции и вынуждены постоянно латать старые трубы. Здесь регулярно появляются новые хомуты, свищи. Пачкаются стены и занавески в квартирах. Люди признаются, что ремонтировать этот дом своими силами они уже не могут и не хотят. Поскольку каждый день их ждут новые сюрпризы. То отвалится кусок от потолка, то начинает прогибаться пол. Единственный плюс этого дома – здесь тепло. Разобраться в ситуации мы отправились в ЖЭУ номер 18, которая расположена в нескольких метрах от злосчастного дома. Там переселение в рамках городской программы застройки. Там будет переселение? Вот дом строится, они ждут. Там рядышком, там семерная, два. Уже выселены. Он первый его выселит. Следующая она. А то они мне просто сказали, что нас не переселяют. Переселят. Ну все, а то там даже и душа нет ничего. Строящий уже всю информацию по ним имеет. Какие квартиры не приватизированы, они приватизировали их. То есть полностью подготовка идет. Жильцы дома говорят, что о переселении ничего не знают. А по словам представителей ЖЭУ, люди переедут в строящийся рядом дом. Так или иначе, он еще не скоро будет введен в эксплуатацию. И пока представители ЖЭУ не занимаются текущим ремонтом старого дома, жители так и продолжат пользоваться туалетом с помощью ведра, а по ночам слушать звук, текущий под напором воды с кухни. Для уточнения информации по расселению этого дома, редакция нашей телекомпании отправила запрос в администрацию города Рязани. О результатах мы сообщим телезрителям в следующих выпусках новостей. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Полиция ищет водителя, который врезался в столб и скрылся с места аварии. ДТП произошло в пятницу около пяти утра на Касимовском шоссе. Водитель, управляя ВАЗ-2110, врезался в столб. В салоне находились двое пассажиров, которые получили травмы. За такое нарушение лишают прав до полутора лет, либо арестовывают на срок до 15 суток. Сегодня примерно в пять часов утра в Рязани на улице Касимовское шоссе у дома 67А. Неустановленный водитель, покинувший место дорожно-транспортного происшествия, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В виде опоры светофорного объекта. В результате происшествия травму получили два пассажира «Жигулей». Мужчинам была оказана медицинская помощь. С 2005 года, 3 воскресенья ноября, в календаре – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно ДТП уносит под данным ООН более миллиона жизней по всему миру. От 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. В российских городах в этот день пройдут акции памяти жертв автоаварии. В Рязани первые мероприятия прошли уже в эту пятницу. Память Дениса Карцева, сотрудника ГАИ, погибшего при исполнении служебного долга, почтили сегодня в школе номер 21. Молодой человек погиб 13 января 2010 года. Ему было всего лишь 30 лет. Известно, что в ту руковую ночь он вместе с напарником патрулировал город. Проезжая по улице Свободы, на перекрестке Задинной, нетрезвый, пьяный водитель на огромном джипе Порше КР вылетает со второстепенной улицы на улицу Свобода, по которой они едут, и врезается в правую часть патрульного автомобиля «Жигури», где как раз сидел Денис Карцев. От этого мощного такого удара машина протащила несколько метров, и Денис Александрович Карцев получил смертельные травмы. Почтить память сотрудника ГАИ собрались его мамы и близкие родственники, школьники и коллеги. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Статистика неумолима. Ежегодно десятки тысяч людей оказываются под колесами автомобилей. За 10 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло 1493 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 189 человек погибли и 2094 получили травмы различной степени тяжести. Причины ДТП могут быть самыми разными, но все они так или иначе связаны с человеческим фактором. Ведь правила нарушают осознанно, проявляя низкую культуру поведения на дороге. Несоблюдение скоростного режима, выезд на пол сустречного движения, переход улицы в неположенном месте, управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического объединения. Стоит отметить, что около половины всех ДТП происходит по вине пешеходов. Чтобы обезопасить себя в вечернее время, используйте световозвращающие элементы и переходите дорогу исключительно в специально предназначенных для этого местах. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Не успели жители Рязани отвоевать для водоканала статус муниципального предприятия, как с той же проблемой столкнулись касимовцы. Буквально на днях в Касимовской городской думе прошло заседание комиссии по ЖКХ благоустройству и экологии. Вопрос на повестке дня стоял всего один – банкротство стратегически важного для города муниципального предприятия «Водоканал». В 2016 году Минстрой России заявил о необходимости ликвидации муниципальных и государственных унитарных предприятий и передачи их в частные руки. После этого последовала волна банкротств, которая вполне могла затронуть и Рязанский водоканал, а сейчас ее угроза нависла над водоканалом «Касимовским». Задолженность муниципального предприятия на сегодняшний день составляет порядка 70 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал» Алексей Вахрушев, при вступлении которого долг составлял 20 миллионов, а ныне вырос в три с лишним раза, в своем выступлении заявил, что финансовых вопросов он не касается. Этим занимаются конкурсные управляющие. Моя первая задача – это организовать производственный процесс, поскольку предприятие, как вы сказали, действительно стратегически, и жизненно обеспечивающий. Что происходит, оно работает. Что и производится. Все финансы. Я не распоряжаюсь ни финансами. Мы запрашиваем разрешение конкурсного управляющего, он оплачивает те расходы, которые он считает необходимы, которые мы ему так разным, что они нужны. Это происходит в таком порядке. Главный бухгалтер, он тоже назначен в периоде банкротства, конкурсного управляющего находится тоже в Рязани. Так что на прошедшем 16 ноября заседании комиссии по ЖКХ благоустройства и экологии его участники уже были готовы создать комиссию для контроля за банкротством. Однако депутат Касимовской городской думы Александр Сучков предложил иное решение данной проблемы. Депутат Касимовской городской думы Александр Сучков задолженность в водоканал составляет 70 миллионов рублей. 20, соответственно, на сегодняшний момент находятся в конкурсной массе. Группа компании «Виктория» в течение суток предоставит письменное обязательство о предоставлении организации финансирования на сумму в 70 миллионов для прекращения банкротства данного доканала. И мы это сейчас официально, только что решим вопрос по телефону о предоставлении необходимой суммы для приостановления банкротства. Заявление Александра Сучкова прозвучало в самом начале. Заседание внесло существенные изменения в его ход. Получилось, что депутаты, уже готовые проследить за правильностью проведения процедуры банкротства, получили возможность принять участие в процессе санации водоканала. Мы готовимся к тому, чтобы будущее предприятие или текущее, уже теперь, как выясняется, возможно, текущее предприятие вышло на рентабельность и спокойно работало без образования кредиторской задолженности. По итогам заседания была создана комиссия из 10 депутатов, которая теперь будет следить не за банкротством, а процедурой санации такого важного для всех, без исключения касимовцев, объекта, как МУП «Водоканал». Тема волнует сейчас и жителей города, и волнует депутатов Касимовской городской думы. Для решения этого вопроса мы создаем сегодня дополнительно комиссию, которая изучит более внимательно документы и подумает, какие могут быть варианты оставления водоканала муниципальным предприятиям. Наша телекомпания будет следить за дальнейшим развитием ситуации. Рязань планирует войти в состав Золотого кольца России. Областному центру действительно есть, что показать туристам. Однако сложно найти город, в котором с такой же регулярностью избавлялись бы от исторических памятников. Теперь многие из них остались лишь на фотографиях, а оставшиеся разрушаются буквально на глазах. Настоящую Рязань пытается найти фотограф Александр Синицын. Молодой человек отыскал в архивах города множество старых снимков и совместил их с современностью. Это будет настоящая коллекция из более сотни фотографий. Пока же в ней всего 35 снимков. На них сложно узнать как центр города, так и спальные районы. Та же песочная, то, как она застраивалась. То есть это были голые поля, и вот эти вот фотографии периодов 70-80-х годов, это очень интересно. Но, естественно, исторический центр города, потому что у нас очень многое утеряно. Эта фотография начала 20-го века. На ней укладывают брусчатку на современной площади Ленина. В то время она называлась Хлебной и была настоящим бульваром. Здесь гуляли и ходили за покупками. Здание с арками – это как раз продолжение тех самых рядов. Но если сейчас осталось только два длинных ряда параллельно друг к другу, вот по Краснорядской, то было четыре маленьких, еще перпендикулярных. Вот это вот вид на Первомайку, то есть вот здесь, на этом месте как раз стояли вот эти вот ряды. Перестраивать площадь начали в 50-х годах. Изменения коснулись и других зданий. Так двухэтажная гостиница Морозова превратилась в современную гостиницу Москва. Причины такой перемены до сих пор понять сложно. Можно предположить, что новое здание должно было стать более вместительным. Напротив гостиницы располагался магазин Гляссона. Это фотография из газеты «Рязанская жизнь», насколько я помню, 1912 года. И, кстати, эту газету все могут спокойно, свободно посмотреть в архиве Рязанского Кремля и, я думаю, найти вот это вот изображение. Это одно из немногих зданий, которое осталось нетронутым. Изменился лишь фасад и направление деятельности. Другим памятникам архитектуры в Рязани повезло меньше. Жемчужины города рискуют просто исчезнуть. Так время и мародеры коснулись Дашковской богодельни. Чтобы компенсировать ущерб, нужно устранить последствия пожаров и вернуть украденную чугунную лестницу. Разрушается прямо на глазах дом Херасковых, уникальный для России памятник деревянного ампира. А в мае снесли дом купца Коровкина. На его месте администрация города планировала разбить сквер. Однако на днях стало известно, что вместо памятника 19 века город украсит эко-парковка. Почему бы вообще не сравнивать то, что было, то, что есть, и не предлагать что-то новое? Потому что подобный фотопроект, мне кажется, это переосмысление взгляда на город. И почему бы, если мы не переосмысляем, не начинать и предлагать планы по реставрации, по благоустройству? Присоединиться к проекту и напомнить резонцам о том богатстве, которым они владеют, может каждый желающий. Для этого достаточно найти в интернете или в областном архиве старинные фотографии и попробовать отыскать места, где они были сделаны. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Их главная задача – охрана правопорядка. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые. Главное связующее звено – полиции и людей. Как проходят рабочие будни хранителей городского порядка, знает Марина Комиссарова. Работы участковых на виду. Их знают в лицо даже больше, чем представители других полицейских служб. Есть у участковых свои киношные герои. Из советских времен Анискин, из нынешних Прохоров – главный герой телесериала «Участок». Их разделяют эпохи, но судя по фильмам, в этой службе главным остается одно – работа с населением. Об этом говорят и те, кто реально трудится в службе участковых. У нас есть? У нас есть? Председатель все контролирует. Председатель, да. Андрей Мысев служит участковым 4 года. Свой участок он знает хорошо, и это ему помогает в раскрытии преступлений. На вопрос, сколько на его пути оконченных дел, пожимает плечами. Говорит, подобную статистику не ведет. Ежедневно сыплются обращения за обращениями. Задачи участкового разнообразны. Разбирается в семейном скандале, ищет грабителя, напавшего на женщину. Братся обязан за каждое дело. Участковые загружены работой под завязку. Самые распространенные проблемы – это семейные конфликты. То есть, ни для кого не секрет, что в быту происходят конфликты. То есть, есть такая проблема, как злоупотребление алкоголем граждан. То есть, на фоне этого, в основном, жены ругают своих мужчин. То есть, мужчинам это не нравится, соответственно, рождаются конфликты. Работа участкового – практически всегда работа психолога. Если не вникать в суть проблемы каждого, кто обратился за помощью, никакого эффекта работы не будет. Изначально я заканчивал военное училище. И, будучи еще курсантом, нас воспитывали как командир в первую очередь. И учили руководствоваться методами убеждения в первую очередь. И убеждения уже к тем, для кого не работает метод убеждения. Соответственно, я его применяю в практике уже в полиции. К Андрею жители идут за помощью в любой ситуации, даже несвойственной его работе. Всем он помогает, советует, куда обратиться, а порой и сам решает за них их проблемы. Марина Комиссарова, Игорь Клотов. Телекомпания «Город». На традиционный забег сегодня вышли Деды Морозы. Для пробежки в городском парке собрались студенты, школьники, дети и их родители. Участникам, одетым в костюмы главных новогодних героев, предстояло пробежать на время дистанцию в 500 метров. Этот праздничный спортивный забег ежегодно посвящают Дню рождения Деда Мороза. Зайчики и мишки, елочки и снежинки. Наташкин парк наполнился сказочными существами не случайно. Все они стали участниками легкоатлетического забега, посвященного Дню рождения Деда Мороза. Дату праздника дети выбирали сами. Именно 17 ноября в Великому Стюге ложится первый снег. В Рязани же забег проходит уже четвертый раз, и организаторы были готовы ко всем капризам погоды. Нам сегодня повезло с погодой, потому что все предшествующие годы было очень скользко, был всегда первый снег, и мы уже готовили действительно песок и соль для того, чтобы посыпать дорожки, но нам это не пригодилось. Главной особенностью забега стали необычные костюмы его участников. Каждый должен иметь праздничный атрибут. Семья Зиминых специально для старта превратилась в пушистый лесок. Костюмы им помогала шить бабушка. Круто! Чуть иголки себе не растеряли. Тут все такие спортивные. Будем тренироваться к следующему году, чтобы первыми прийти. Виктория – воспитательница в детском саду. На сегодня ее не узнает ни один ребенок. Хоть баба-яга и прилетела к финишу самый последний, но точно стала одной из самых запоминающихся. Захотелось что-нибудь оригинального. Там же Дед Мороз, Снегурчик, все это есть, а такой, как я, еще нету. Поэтому мы так вот решили. Вы сегодня злая или добрая баба-яга? Конечно, добрая. Разве она бывает злой, тем более, когда такой забег, когда такое мероприятие, то очень все здорово. На забеге даже нашлись потерянные плюшевые игрушки. Мишка и Зайка бежали дистанцию в 500 метров, взявшись за руки. Посмотрели мультик. Нам очень понравился. Там подарки для Тани и Вани. И мы решили тоже стать такими же героями. По результатам забега определили победители в нескольких номинациях. Это индивидуальный забег, взрослый ребенок до 6 лет, взрослый ребенок от 7 до 13 лет, взрослый ребенок от 14 лет и старше. В одном из них победила команда настоящих Дедов Морозов. Ой, нам очень нравится. Мы уже второй год бегаем. Вот, ну как готовимся. Потихонечку, по утрам, вечерами, с работы на работу. Бегать стараемся. Спортом заниматься. Этот забег стал последним для Рязани в рамках проекта «Бежим круглый год». Новый сезон атлеты откроют 1 апреля. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И напоследок. На популярном портале по поиску работы размещена вакансия президента России. В объявлении указывается, что зарплата будет назначена по договоренности. Опыт работы не требуется, но необходимы. Активная жизненная позиция и патриотизм. Требуемый возраст от 35 лет, а полое образование, как указано в вакансии, значения не имеют. Среди должностных обязанностей для соискателя на пост президента страны называются, в частности, назначение выборов Госдумы, преодоление кризиса в принятии решения о назначении референдума и подписание федеральных законов. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели, а пока хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok